Известно, что Гонконг – место очень неспокойное. Однако гонконгские полицейские умудряются сохранять спокойствие в самых напряженных ситуациях. При этом настолько холодное, что все преступники, оказавшиеся в поле зрения невозмутимого блюстителя порядка, падают замертво, а трупы их растворяются в воздухе. Джон Ву со свойственным ему стилем постарался сделать последние моменты их жизни максимально зрелищными, красочными, поистине впечатляющими. Гонконгский полицейский знает все виды боевых искусств, однако же использует только огнестрельное оружие, находясь при этом как можно ближе к противнику. Смешно говорить об этом применительно к работе Джона Ву, но реализм при обращении с автоматами и винтовками нашел отражение в Стрэнгл Холм. Он не заставляет заботиться о перегреве и заклинивании, просто запас патронов расходуется за раз, да и попасть в цель издалека, учитывая царящую здесь суматоху, очень непросто. Чтобы доказать свою правоту, гонконгский полицейский может на ходу сочинять новые законы, разрешая себе громить все, что попадается на пути. Особенно, когда он находится в чужой стране. А по ходу повествования инспектору Текиле предстоит столкнуться с мафией разной национальности, в том числе и родной нам русской. Подсвеченные объекты, такие, например, как роскошные люстры, можно без угрызений совести ронять на головы не очень сообразительных противников. А если те все-таки прижали инспектора Текилу, то герой всегда может включить замедление времени и с кошачьей грацией увернуться от пуль, после чего подпрыгнуть и приземлиться на тележку, оттолкнуться ногами и расстрелять мафиози с двух пистолетов. Сопоставьте это с тотальным разрушением, ослепительно яркими вспышками света, постоянно бьющимся стеклом и такими акробатическими этюдами, которым позавидовал бы персидский принц, и вы поймете, почему пробник Джона Ву хочется определить как кино, а не игру. Главное, не пытаться увидеть в происходящем глубокий смысл. Сюжетная завязка здесь выступает как сопроводительный, но далеко не основной элемент. А боссы — не как интересные персонажи со сложными характерами, а испытания, вызов игроку. Время от времени вас будут отрывать от основных событий, сажать за пулемет, и тогда уже повествование полностью отойдет в управление режиссером. Даже разстрел вертолета не оставляет столько впечатлений, сколько перестрелка в переполненном бьющимися объектами холле. И пусть внимательный игрок будет заранее угадывать, откуда ожидать следующую партию противников, и как бы поскорее от нее избавиться. Даже если возможность самоисцеления полностью вытеснит необходимость пользоваться аптечками, вы все равно будете получать удовольствие от процесса, как если бы сами держали в руках пулемет и вершили правосудие. Настоящий боевик должен быть эффектным и динамичным. Таким как Stranglehold. Спасибо. Спасибо. Спасибо.